Привет, друзья! Сегодня речь пойдет о шлеме Шоэ Экспирит 3. Как вы знаете, я пока сама не попробую, ничего не могу никому рекомендовать. В данном случае, в этом сезоне, я решила обновить себе шлем, и мой выбор пал вот на такую расцветку под марка Маркеса. Но, собственно, они бывают в разных расцветках, но речь пойдет сейчас не об этом. Вообще, это гоночный шлем, созданный для трека, созданный для спортивной езды. Я, в свою очередь, его использую и на треке, и в городе. Вам также рекомендовала бы его использовать со спортивным мотоциклом. Шоэ Экспирит, вообще серия Экспирит, дает очень хороший обзор, и очень удобно боковым зрением увидеть, что у вас происходит. Поэтому вот этот шлем очень удобен, очень практичен именно для спортивных мотоциклов и спортивной посадки. Знаете, гоночный задор, желание побить время круга заставляет нас часто, как это называют, искать свой предел. У меня получилось падение в скоростной дуге. Первая точка приземления была на шлем на голову. У меня не было ни сотрясения, ни помутнения сознания, меня осматривали врачи, ни расширения зрачков. То есть, чтобы вы понимали, после падения я тут же могла продолжить тренировки. Мне не нужно было ни отдыхать, ничего. То есть, с моей головой и со мной самой было все хорошо. Часть ударов пришлась на сам шлем, и часть ударов пришлась на визор. Визор от ударов просто поцарапался, не разбился. Да, чтобы вы понимали, я очень много слышала истории от ребят, что там кто-то в кого-то въехал, мотоциклистов снес. Визор на шлеме разбился и покалечил очень сильно лицо. То есть, такое бывает. Так вот, на фотохромном визоре от шлема Шоэ Экспирит 3 этого не будет. Потому что, проверено мной лично, когда я скользила по асфальту, падала на асфальт, а потом еще вот так вот в гравии переворачивалась. То есть, ни за счет удара об асфальт, ни за счет ударов об гравий визор не разбился. Ну, как бы вы понимаете, это серьезно. Кто интересуется трековой ездой, знаете, наверное, что на трек не допускают с застежкой типа трещотки. Она считается небезопасной, она может расстегнуться при падении. А двойное кольцо, Double D, да, как бы это куда бы вы ни поехали, там, в Испанию на трек кататься или еще куда-то, везде вас техкомиссия пропустит. Ну, и, знаете, я считаю, то, что для трека делают, это самое безопасное, что делают, да. И, как бы, на это тоже стоит обратить внимание, что если вы будете падать в городе, да, понятное дело, мы никто не хотим падать. Но если вдруг так получится, что вы упадете в городе, то есть гарантия, что этот шлем с вас не соскользнет. Я считаю, это самый безопасный шлем, это выбор многих гонщиков мировых. И, опять же, проверено мной лично, проверено на деле, и этому стоит доверять. Друзья мои, увидимся в следующих обзорах. Я постараюсь для вас еще рассказать что-нибудь интересное. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok